Так, ребята, 10 самых редких машин будущего, блять. Вот так вот, вот так вот, да. Давай посмотрим. Подрочим на автомобиле. Нихуя квадратные колеса, вот это здорово. ...чего уже миновали, теперь это уже реальность. Некоторые машины будущего вы можете приобрести уже сейчас, а чтобы заполучить другие, придется подобрать. ...дождать еще несколько лет. Но так или иначе, это того стоит, ведь эти редкие... Самый честный трейлер Киберпанка неинтересно. ...автомобили могут порадовать вас, как... Блять, просто обычная тачка, блять. Вот самая обычная. ...своими удивительными характеристиками... Блять, машина будущего в 2001 году, вот так вот. ...так и необычным видом. От продвинутого спасательного автомобиля до необычного электропикапа. С вами Смарт Пицца, и в этом выпуске мы расскажем вам о 10 самых редких машинах будущего. Погнали. Давай, давай, давай. Номер один, Vision Mercedes Maybach Ultimate Luxury. Блять, охуенно, название просто суперделюкси. ...Mersedes Maybach Ultimate Luxury, это концептуальная модель автомобиля будущего от компании Mercedes Maybach, которая была представлена в позапрошлом году. Это уникальная машина с... Блять, что, блять. Она выглядит так, как будто бы... Знаете, у этого автомобиля жопа выглядит так, как будто бы... Как будто бы это хвост собаки или кошки, которая подняла жопу и собирается пердануть. Вот так это выглядит. Просто отвратительная жопа у машины. Просто ебаная какая-то. ...с четырьмя электромоторами с... Бля, еще вот эта вот перегородка, блять, машина говно, реально. ...марной мощностью силовой установки 750 лошадиных сил. Этого хватает, чтобы машина проехала на одном заряде около 500 километров. При этом она может развить максимальную скорость в 250 километров в час. Также автомобиль... И внутри выглядит как хуйня. ...получил 24-дюймовые колесные диски, хромированную решетку радиатора и потайные ручки дверей. Сообщается, что многие решения, продемонстрированные на прототипе, в будущем получит Maybach-версия GLC следующего показателя. Мне вообще не нравится. Ни внешний, ни внутренний хуйня полнейшая. ...стойт такой монстр будет порядка 200 тысяч долларов. Отдали бы эти деньги за такого красавца. Блять, вообще нет, урод у ебанских. Номер два. Кибертрак. В конце ноября прошлого года, известный на весь мир предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск представил всем свое новое творение. Уж лучше это. Не, Кибертрак. Новость об этом уже возглавила все ведущие СМИ мира, и это неудивительно. Автомобиль Маска представляет собой настоящую машину будущего. Примерно так люди и представляли автомобили 21 века в 60-70-х годах прошлого столетия. Кибертрак – это полноприводный электромобиль-пикап необычной формы. По словам Маска, такую форму он выбрал, поскольку все современные пикапы выглядят одинаково. Таким образом, предприниматель выделил свой автомобиль на фоне всех остальных. Заявленная грузоподъемность Кибертрака около полутора тонн. Кстати говоря, прикольно, да? И прикольно к нему еще и этот. Ну, ну вы видите. В зависимости от модели, на одном заряде пикап должен проезжать от 400 до 800 километров. Предположительная стоимость заднеприводной модели в базовой комплектации составляет 39 900 долларов, а в полноприводной модели от 49 900 долларов. И, кстати говоря, цена у него, ну, не прям такая ебанистическая какая-то. То есть, в охуенной комплектации он стоит порядка 3,5 миллионов рублей. Это в охуенной комплектации. То есть, цена для автомобиля иномарки какой-то новой, это не очень, это, это, короче, это нормально. Нормально, на самом деле. То есть, сколько там стоит в неполной? 39 тысяч, 40 тысяч долларов стоит в неполной. Так что... 900 долларов прочного материала, 5 900 долларов. Нормально. Стоит особо отметить кузов Кибертрака, выполненный из высокопрочного материала. На презентации машину били кувалдой, однако никаких вмятин не оставалось. Нихуя, кстати. По мне, это очень умный ход, который позволит максимально обезопасить пикап на дорогах общего пользования. Бля, ну чисто танк, прикиньте. Просто можно сносить другую машину. Номер 3, Rolls-Royce 103 EX. Rolls-Royce 103... А, а стекло, ну не, стекло это... 3 EX это полноценный, элитный и роскошный автомобиль будущего. Роскошен он во всем, от внешнего вида до шикарного и блестящего интерьера. Бля, какой, ну... Футуристичный же он, потому что... Ну какой-то... Бля, диван вообще выглядит дешманским уебанством каким-то. Бля, какой-то прям отстой. Стой! Концепция машины имеет полностью электрический автономный привод и усовершенствованный искусственный интеллект. За процесс управления авто отвечает виртуальный шофер. По словам создателей, электрокар представляет собой концепцию мира премиальных машин будущего. Авто было представлено в 2016 году, а в 2019 году успешно завершило мировое турне. Да, несомненно, будущее люксовых автомобилей за такими моделями. Поэтому не удивляйтесь, если через несколько лет увидите Rolls-Royce 103 EX в автопарке какого-нибудь богача или звезды. Ну, бля, честно говоря, мне вообще не нравится. Чат, походу, мы прибей, которые привыкли к там, к донированной девяточке, там, не знаю, ну нормально, чё там, какой-нибудь жихуль, блядь, там, ну чисто бэха, блядь, бэха, заебись, бэха, пацанская тачка. Мерс, бля, мерс класс такой, нормально мерс, качественные тачки делает, да, щит, бля, кайф, блядь, мечта пацана. Эм, вот, я не могу оценить эти автомобили, вот, от слова совсем. Они для меня внутри выглядят как говно. То есть, смотрите, видно, что она дорогая, но она выглядит как говно. Номер 4. Рейсинг Багги. Все равно. Рейсинг Багги это уникальный и редкий автомобиль, который был представлен несколько лет назад итальянской компанией Forno Sari. Пожалуй, первое, что бросается в глаза, это необычный дизайн кузова. Ну вот тоже, бля, ну хз. И много напоминающий концепт кибертрака Илона. Ты сам планируешь водить или тебе похуй на это? Мне похуй. Маска. Именно за счет этого дизайна Багги выглядит как настоящий автомобиль будущего, даже несмотря на то, что сама машина была представлена уже относительно давно. Помимо кузова стоит отметить треугольную подвеску, трубчатая шестин. Блядь, какое ты говно, реально. Силовую установку от Chevrolet. Под капотом внедорожника стоит восьмицилиндровый двигатель объемом в 7 литров и мощностью около 610 лошадиных сил. Благодаря этому Багги разгоняется до сотни всего за 4 секунды. Наконец, стоит сказать и о небольшой массе Багги. Весит внедорожник менее двух тонн, что просто поразительно. Вообще, сам автомобиль предназначен для гонок и на данный момент не представлен на широкое производство. Блядь, он еще и для гонок предназначен. Изводство. Вполне вероятно, что рейсинг Багги все-таки выйдет на мировой рынок, однако не исключено, что модель будет крайне лимитирована. Номер пи... Мне тоже не нравится, как он выглядит, пипец. Это Nissan Blade Glider. Nissan Blade Glider был... Блядь, ну я... Я не хочу быть в таком будущем автомобиль. Да не хочу я, блядь, ребята, не хочу. Не хочу, блядь. Ну это я... Я понимаю, что вы... Что это за паража? Впервые продемонстрирован публике в 2000... Я не спорю, может быть у них просто потрясающая начинка, и они там невероятные автомобили, но, блядь, внешний вид очень важный автомобиль, по крайней мере для меня. Ну это полный дерьмо. В 2013 году, но компания Nissan до сих пор продолжает его совершенствовать. Nissan Blade Glider сочетает в себе впечатляющие характеристики и экологическую безопасность, поскольку его топливом служит электричество. Nissan Blade Glider является частью проекта компании Nissan по созданию автомобилей без выхлопа. Своё название, Glider, от английского глагола Glide скользить, этот автомобиль получил не случайно. Спасибо, Мор, за вкус. Ведь он действительно буквально плывёт по дорожному полотенцам. Кстати говоря, это прям видео с испытания, ребята, прям как было. Ну, практически не производя никакого шума за счёт электр... Кстати, о будущем. Ты видел российский смарт-дробовик? Нет. Электрической трансмиссии и обтекаемой аэродинамической формы. Стоит отметить узкий капот и широкие крылья этой машины, благодаря чему она имеет треугольную форму, позволяющую ей выдавать максимум из своих... Это, кстати говоря, тоже с испытаний. Она, правда, не смогла вернуться назад, но они сейчас работают над возможностью приземления. По космосу тоже сможете кататься. Аэродинамический характеристик. Крыша глайдера оснащена системой защиты при переворачивании, что обеспечивает дополнительную безопасность в случае аварии. Максимальная скорость глайдера составляет 190 км в час, а разгон от нуля до сотни всего 5 секунд. Стоит также отметить салон глайдера, выполненный в духе McLaren F1, где два пассажирских кресла расположены за установленным по центру водительским креслом. Если это не машина будущего, то что тогда? Это говно тогда. Это говно, блядь. Это не машина будущего, это говно. Номер 6. TerraFugia TFX. С первого взгляда может показаться... Погодите, это что, усовершенственная версия предыдущего автомобиля? Или, 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 если взглянуть на колесики, создается впечатление, что это... Знаете, вот эти игрушечные машины для детей, где они садятся там, блядь, типа, допустим, в Mercedes? А там такие колеса уебищные, такие, блядь, пластмассовые, там, вот там, внутри, блин. Вот это что-то, что-то, видимо, подобное, да? TerraFugia TFX это просто странный автомобиль с необычным дизайном кузова. На самом деле, это самый что ни на есть автомобиль будущего. А все потому, что он, по канонам всех старых фильмов и книг, является летающим. А, ладно, погоди. TerraFugia TFX это гибридный летающий автомобиль будущего, концепт которого был разработан еще несколько лет назад. Это четырехместный седан, который оборудован складывающимися крыльями и двумя электродвигателями. Крылья у TerraFugia могут раскрываться горизонтально во время подготовки к полету и принимать вертикальное положение при езде по поверхности. Продуманные пропеллеры обеспечивают возможность взлета и посадки с любого и на любой участок дороги, поэтому для того, чтобы поднять TerraFugia... Да, испытания, ребят, опять специальные видео, секретные испытания. Куджую в воздух даже не нужно выезжать на подобные взлетные полосы. Стоит отдельно отметить выдающиеся характеристики этого автомобиля будущего. Максимальная скорость 322 километра в час. Просто чисто ебете, а вам чайки, блядские, стекло нахуй. И вы вместо мух, блядь, от чаек там, блядь, от орлов, от там воронов, голубей ебаных, блядь, протираете. И расстояние 800 километров, которое автомобиль может пролететь на одном полном заряде. Первые полеты этого образца были проведены в 2018 году. Малосерийный... И чё, он взлетел? Производство TerraFugia планируется начать к 2025 году. По прогнозам, к 2030 году этот летающий автомобиль будет широко выпускаться по всему миру. Серьезно? Так, так, так. 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 Ага. а вау блядь нихуя блядь это просто голубей шинковать блядь просто как робот убийца блядь выглядит как робот-убийца какой-то блядь цель найдена уничтожение нашинковать нашинковать чатик блядь вау просто блядь съебался нахуй мигрировал куда-нибудь на этой машине теперь мем с поросенком пётром который на тракторе съебывается ребята приобретает абсолютно новый смысл ну вернее петром поросенком петром ну вот такие ребята а вы не верили а вы не верили чат номер 7 аэромобиль 3.0 аэромобиль 3.0 это еще один летающий автомобиль представленный в нашем списке речайших машин будущего такое необычное транспортное средство было создано словацкими инженерами которые предложили свой проект в 2014 году в том же году пилотный проект был завершён и представлен публике словацкие гении сотворили настоящее чудо и создали автомобиль который раньше можно было видеть лишь на кадрах какого-нибудь фантастического фильма в аэромобиле 3.0 есть система блять это просто сука самолет это не мобиль блять это самолет то что ему блять приделали лишние два колеса не сделал его нормального автомобиля регулировки угла атаки крыш а что если мы возьмем а что если мы возьмем обычный самолет наебеним ему пару лишних колес чтобы он мог кататься по дороге и назовем его аэроавтомобиль но как же крылья а крылья пусть складывают Ебать, бля, гениально! Наконец-то, вот он летающий автомобиль, бля, для которого нужна взлетная полоса. Рельеф, благодаря которой для взлета ей нужно несколько сотен метров свободного пространства. Также тут есть автопилот. Всего лишь, но их можно найти почти везде. Вот и парашютная система спасения. Установленный на автомобиле мотор Rotex 912 разгоняет аэромобиль до 160 км в час по дороге и до 200 км в час по воздуху. На трассе аэромобиль 3.0... Бля, просто посмотрите на этого довольного владельца аэромобиля, блядь. Вот так это выглядит, вот так выглядит будущее, блядь, посмотрите. Просто, блядь, чисто, чисто работяга, блядь. Вот я прям вижу, чад, как вы такие, бля, заебался на заводе. Ебать, бля, наконец-то доработал на этой производстве консервных банок, ёпту и мать. Как меня заебало это производство, боже мой, тфу, блядь. Хорошо, что у меня есть мой аэромобиль, блядь. Теперь до дома мне не приходится пиздрючить на автобусе. Я могу разогнаться, вот, взлететь и долететь. Единственная проблема, что у меня нет посадочной полосы рядом, блядь, с моим домом. А ближайшая посадочная полоса находится возле аэропорта. Ну и там же, где взлетная. Ну то есть, на самом деле, бля, хуйня какая-то, я просто доеду до дома. Ля, просто, просто, блядь, вот это будущее. Вот это, вот это будущее, блядь. Вот это будущее, че-то. Вот они, словацкие, мы словацкие ученые. Тратит 8 литров на 100 километров, а в воздухе 15 литров в час. Топливом же здесь служит обычный бензин. Запас хода по шоссе равен... НЕВЕРОЯТНО! 875 километров, а в режиме самолета аппарат способен преодолеть 700 километров. Отметим, что для управления данным транспортным средством необходимо иметь как водительское удостоверение, так и лицензию пилота. По прогнозам, масштабный выпуск аэромобиля 3.0 на рынок начнется уже в следующем году, так что следим. Так что, ну да, ну и... А, ну ладно, ну че, ну следим, блядь. Ну давай, уже скоро. Да, да, ой, как, блядь, я уже, ребята, выстраиваемся в очередь. Номер 8. Hyundai Elevate Concept. Hyundai Elevate Concept. Просто, блядь, чуваки, чувак переграл такой в Half-Life и такой, такой... А если я сделаю вот того ужасного робота меньше, и чтоб я еще мог водить его? Это невероятный автомобиль, который больше напоминает робота с огромными присосками на ногах. Данная машина была разработана в качестве спасательного автомобиля. Необычная конструкция ног дает ему возможность для передвижения по любой поверхности и в любом месте, что позволяет ему достигать отдаленных районов быстрее, чем обычные транспортные средства, созданные для поисково-спасательных и гуманитарных миссий. Помимо этого... Ну это может быть хотя бы полезно. Паня Hyundai заявляет, что возможности машины-робота шире, и в будущем она, например, может стать отличным решением для людей с ограниченными возможностями. Компания полагает, что в будущем человек с ограниченными возможностями сможет вызвать Elevate, который поднимется к входной двери дома и... Простите. Что-то в горло попало. Как он смотрит? Он смотрит, говорит... Он как бы и говорит... Спасибо хоть не как в предыдущий раз! Вызываешь вас к третьему подъезду, блядь! А вы останавливаетесь у предыдущего дома! И чё мне, блядь, прикажете? Сука, блядь! Точка у него там, мол, стоит, блядь! Емать, блядь! Ору нахуй! Вы понимаете, да, сколько потенциальных проблем может быть? И выровняется при помощи ног таким образом... А, да, кстати говоря, хотел вам ещё кое-что сказать про такси. Вы удивитесь, но в Европе абсолютно уёбищные развиты сервисы такси. Просто дерьмово развитые сервисы такси. Просто в говно объёбанное. То, что вы здесь, например, в России юзаете вот через всякие тысячи приложений, блядь, за одну секунду находитесь себе такси, блядь, хоть в жопе. Хуй, блядь, там было. Я когда был в Европе, мне, чтобы, блядь, заказать такси, надо было нахуй сатану вызвать. Заключить с ним, блядь, пакт, дать хуй на отсечение, блядь, и ещё вложить туда 2 миллиарда баксов, чтобы они инфраструктуру построили, блядь, на мои финансы. Чтоб за моё такси, блядь, приехало. Там, 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 блядь, просто... Там, блядь, очень хуёво, вот реально, пиздец, блядь. Я когда, когда, я вот реально, когда приехал в Европу, знаете, в Европе заебись вот сдохнуть. Вот ты когда старый, блядь, просто, вот ты старый ебаный, блядь, тебе уже нихуя не нужно. Тебе просто надо пердеть, блядь, и сдохнуть на хорошей природе. Ебашьте куда-нибудь в провинцию какой-нибудь Италии, в провинцию Франции, в провинцию, в Швейцарию, в провинцию. Вот, у них там охуенные деревни, не как у нас, блядь. Всё, заебись чисто, дохнешь, короче, там медленно. Но если ты молодой парень, который едешь туда жить, блядь, это просто, знаете, как в каменный век. приехал в Европу, блядь, а там, блядь, до сих пор пытаются, блядь, этот, как его, как его, огонь, блядь, развести палками. И ты такой, блядь, такой, вызову, ка я такси, блядь. Открываешь такие приложения такси, заходишь, блядь, а там, блядь, два с половиной приложения, в лучшем случае, это в лучшем случае, и заказываешь еще через пизду, и нихуя не, блядь, не... Там просто такой пиздец, блядь, как хуёво сделано. Ты просто в ахуе. И я уже молчу о том, что в Европе, в Европе, блядь, не везде ты можешь оплатить картой. Это, конечно, зависит от страны, но, блядь, пиздец, это реально проблема. В России приходишь, блядь, в любой, просто везде, блядь, рубль надо оплатить, ты рубль, блядь, картой оплачиваешь. Ты приезжаешь в Европу, там не везде можно оплатить картой, а там, где можно оплатить картой, очень часто есть минимальная сумма, от которой вы можете оплатить картой. Например, если тебе надо купить жвачку за 2 бакса или 2 евро, пошел нахуй, карты не примут, только от 15 евро, например. Что, блядь? В чем проблема, чуваки? Это просто пиздец. Это, блядь, ты понимаешь, когда, блядь, ты просто приезжаешь, ты в ахуе, блядь, думаешь, что за трэжевит творится, алло? 2020 год, блядь, 2019-й. В чем проблема, чуваки? Как насчет Швейцарии? Я смотрел твой сториз, она же топ-1 по уровню жизни. Там самые надежные банки в мире, блядь. Как бы тебе сказать, что такое Швейцария? А я сейчас тебе попытаюсь объяснить, что такое Швейцария. Швейцария, это очень красивая страна с охуенным уровнем жизни, где абсолютно нехуй делать, и где куча вещей вообще нихуя не развиты. Швейцария, это красиво, это дорого, у них охуенные зарплаты, но нахуй там нечего делать. Там ничего нет. А все, что там есть, нахуевом уровне. Охуенный интернет? А охуенные, может быть, какие-то сервисы? Может быть, тебе еще какие-то пиздатые доставки? Блядь, может быть, что? Хочешь пойти и развлечься где-нибудь, блядь, в столице? Блядь, что ты еще хочешь от Швейцарии, блядь? Нихуя ты там не будешь. Но, 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 там охуенная, дико охуенная природа, и, конечно, люди по-другому... Из-за очень высокого уровня жизни, люди там... Ну, как в Европе, в целом, люди, конечно, немного другие. Это правда. Вот. И в Швейцарии очень красиво. Мне супер понравилась Швейцария. Супер понравилась Швейцария. И если бы я умирал, я бы, наверное, поехал бы в Швейцарию. Но если вы меня сейчас спросите, хочу ли я сейчас поехать в Швейцарию, вот мне, допустим, прям дадут гражданство. Прям вот я могу там жить, мне скажут. Прям вот живи, мы тебя не выгоним. Я не уеду, и это не шутка. Я не уеду, потому что... Уровень развития по... Вот по коммуника... Вот по всей этой хуйне... Блядь, это просто небо и земля, блядь. Вот примерно где Россия, блядь, а вот примерно где Швейцария. Вот, блядь, вот где-то вот так вот, нахуй. Вот так вот, блядь. То есть это вообще пиздос. Это для меня был шок. Но страна охуенная. Страна охуенная, и... Там заботятся о людях. Это правда. Это вот одна из немногих стран, где государство прям вот о людях думает. Вот прям вот чисто о людях. Там, чтобы человек в инвалидной коляске смог выехать внутрь кабины. Как по мне, такие машины будущего чрезвычайно полезны в ближайшем будущем. Ну вот это полезно. Номер девять. Кёнигсек Агера РС. Кёнигсек Агера РС. Это гиперкар производства компании Кёнигсек. Несмотря на то, что производство гиперкара началось в 2015 году и закончилось в 2017, эту машину можно по праву назвать автомобилем будущего. По крайней мере, за счет его невероятной скорости. В ноябре 2017 года Кёнигсек Агера РС установил... Австралия как? Блядь, лично для меня Австралия кусок дерьма, блядь. Это нахуй, блядь. А вот я бы туда никогда не поехал. ...новил мировой и до сих пор актуальный рекорд скорости, разогнавшись по прямой до 447 километров... Это пиздец, блядь. По многим причинам, поэтому нет. ...километров в час. А кто-то и вовсе полагает, что автомобиль набрал 458 километров в час, ссылаясь на данный GPS-спидометра. Такую скорость Агера развивает благодаря 5-литровому 8-цилиндровому двигателю... Хотел бы поехать в Бразилию, в Сан-Пауло. Эээ... Просто посетить страну? Да. А если ты говоришь о том, чтобы поехать туда именно что-то, то, блядь, с таким же успехом, блядь, это все равно, что... Это все равно, что переехать из Украины в Польшу, блядь, и сказать, что ты проапгрейдился. Ну, что-то типа того, блядь. Или там в Литву какую-нибудь. Вот. Хочу ли я переехать из России в Бразилию, блядь? Ну, если я захочу... Эээ... Сделать свою жизнь хуже, а я бы даже сказал ужасной, то да. Если я захочу сделать... Если я хочу какие-то экстремальные... Экстремальные, блядь, эээ... А какие-то ощущения, например, в Мексику, возможно. Да, то есть я бы, конечно... Конечно бы переехал туда. Но нет. Ни в коем случае нет, ребята. Из России в Бразилию, блядь, нет. С двойным турбонодумом, который выдает 1160 лошадиных сил. Стоит сказать, что и разгоняется автомобиль очень быстро. За 2,5 секунды до 100 км в час. Именно благодаря таким феноменальным показателям можно смело утверждать, что Агера — это автомобиль будущего. Не исключено, что через 10 или 20 лет такие монстры будут повсеместно ездить на дорогах всего мира. Если хочется умереть побыстрее, там Бразилия — отличный выбор. На Мексико или Бразилия? Просто едешь туда, блядь, и окунаешься в драйвовую жизнь, блядь, по полной программе. Номер 10. Porsche 996 Hoverboard. Несколько лет назад студия... Кстати, предыдущий спорткар ничего о нем не сказал. Типа, блядь, ну из тех, которые были, самый... Bell & Bell, базирующаяся в Барселоне, приступила к созданию ховерборда на основе автомобиля Porsche 996. Фактически, это транспортное средство представляло собой нечто среднее между передвижным диваном и машиной. А все потому, что студия Bell & Bell создает кастомизированные средства передвижения на основе различной мебели. Ховерборд Porsche 996 — как раз одна из таких моделей, которая к тому же создана вручную. На данный момент разработан лишь... ...один витринный экземпляр в качестве образца. Тем не менее, студия не стоит на месте и создает новые модели и образцы, внося доработки. Считается, что в будущем такие ховерборды будут ездить по пешеходным дорожкам и тротуарам. На них... Блядь, СтопХам, надеюсь, не будет их останавливать? ...можно будет кататься как на нынешних велосипедах, сигвеях и электрических самокатах. Помимо этого, на этом транспортном средстве можно перемещаться по большому дому. На данный момент ховерборд не поступил в продажу, Однако широкий выпуск... Блядь, нахуя? А его заправлять бензином надо или что? К данной модели будущего... Там просто выхлопные трубы... ...ква на рынок состоится уже в течение ближайших лет. Так что копите деньги, чтобы быть одним из первых обладателей такого необычного транспортного средства. Ну я... Блядь, я не знаю. Я не знаю, конечно. Вот единственное, что предыдущая тачка, предыдущий автомобиль, Вот этот вот, блядь. Ну это типа как типикал спорткар выглядит, да? Но из того, что показали... Более-менее. САП ДВАЧ!